О чем могут свидетельствовать похожие болезни, как у родных коллег, но в более легкой форме? Ну, все шкучкуются по энергетике, которая есть у них внутри. Подобное притягивается к подобному. Просто задумайтесь. Скажешь что-нибудь, Григорий? Ну, есть такое подобное притягивается к подобному, но это может быть родовая карма. Если у ваших родственников такие же проблемы, это родовая карма, которая идет по генетике. Тут вы думаете, что ничего не надо. То есть что-то, если вы попадаете в такую семью с какими-то проблемами, то есть у вас такая похожая карма. И вы именно поэтому родились именно в этом роду. Это можно вылечить, отработать, и у ваших потомков этого не будет. В будущем возможно помочь вашим родственникам избавиться, если они будут к вам прислушиваться и меняться в этом плане, менять свою жизнь, мировоззрение. Если вы приходите в среду, где есть больные люди, и у них какое-то заболевание, долгое время не находитесь, на вас на полевом уровне идет атака демонами, которые создают эти проблемы. Особенно этих людей много, они сильно пожилые, у них плохой характер, у них практическое мировоззрение. Есть вероятность, что частично это будет на вас перекладываться. Если вы сам человек пожилого возраста, у которого смешанное питание, мясоед, никакой физической нагрузки, нет смысла цели жизни, то есть человек не занимается развитием себя, очищением, то на вас это может серьезно повлиять. Есть случаи, когда человек приходил в коллектив с людьми с проблемами и сам, в общем, становится таким же человеком. То есть система, она меняет человека под себя. То есть коллективное поле, как позитивное, так и негативное, меняет того, кто в это поле приходит. Чем больше личной силы, больше личного здоровья, тем дольше сопротивление. Поэтому многие люди выбирают себе работу именно такую, где им нравится окружение. То есть это не делают, а многие думают, что это идет осознанно, а на самом деле в большей степени идет сознательно. Они чувствуют, что среда меняет их и меняет не только их мировоззрение, не только меняет их эмоциональное состояние, но и меняет их карму и даже их здоровье. То есть там, где ты находишься, это место будет тебя преобразовывать. Это, как говорится, естественный закон природы, я думаю, ничего нового вам не скажу. Приходите в гармоничное место, гармоничным людям будете меняться в гармоничную сторону. Будете в опасное место, не гармоничное с больными людьми, будете потенциально болеть. То есть я не буду это все выкладывать в понятие переселения паразитов, демонов, которые на вас живут, которые перепрыгивают на более здоровых, более сильных. Это еще Левашов рассказывал, тоже, естественно, происходит. То есть в механизмах реализации этого, скажем, ситуации кармы, коллективной кармы много достаточно. То есть эти процессы происходят, и помните, куда вы приходите, то на вас будет влиять. То есть положительное будет, положительное будет, отрицательное будет влиять. Чувствуете вы, не чувствуете, работать всегда будет. Чем вы сильнее во всех отношениях, тем влиять будет меньше. Поэтому, как говорится, ищите себе среду и людей по убеждениям, по образу жизни и по понятиям. Субтитры создавал DimaTorzok